Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Выжженная земля. В больших бортниках загорелись сенохранилища. Наверное, кто-то подпалил. В колхозе посчитывают убытки. Здесь будет город-сад. В седьмом микрорайоне построят пять многоэтажек. В перспективе здесь появится еще современная общеобразовательная школа. Когда новоселье. Уж замуж не втерпешь. Заявления активно подаются на все лето. Какие коррективы внесла пандемия в свадебные церемонии. Совмин вводит доп. меры. А также лекарства от опухолей, замороженные цены и обратный отсчет. Лето постучалось в двери неужто. В Беларуси 15 086 пациентов вылечились от коронавируса. В лабораториях страны проведено 472 906 тестов. Эти данные приводит Минздрав. Тем временем ученые Национальной академии наук в Минске продолжают искать лекарства от опасной инфекции. В исследовании используют наработки биоинформатики. Подключены суперкомпьютеры. Здесь же выпускают реагенты для диагностики COVID-19. Некоторые столичные больницы возвращаются к обычному графику. По словам первого заместителя Минздрава в центральном регионе, уменьшается заболеваемость коронавирусной инфекцией. Со вторника этой недели началась работа нашего Минского городского онкологического диспансера в режиме оказания хирургической помощи. Следующий вторник он начнет оказывать помощь по всем профилям запланированным. Со следующей недели начнут принимать по своему профилю городская гинекологическая больница. Она у нас была предназначена для долечения целого ряда пациентов. И мы планируем, что в следующем это будет больница скорой медицинской помощи, куда уже сегодня приостановлена госпитализация. Мы будем планово, посмотрим еще несколько дней, потом планово вводить этот крупнейший центр для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи по различным профилям. Тоже в его режим работы, который полностью соответствует его работе в обычный период. Список гостей на свадьбу-предел COVID-19 нес корректировки в проведение бракосочетаний. Теперь на роспись можно приглашать не больше 10 человек. Совмин принял доп. меры борьбы с коронавирусом. Меньше можно, больше нельзя. Количество гостей на церемонии в каждом конкретном случае имеет право увеличивать руководство ЗАГСа. Если бракосочетание проходит в малом зале, рекомендуют звать только родителей. Большинство молодоженов сами благоразумны и действительно говорят, мы уменьшили количество гостей даже до выхода этого постановления. Заявления активно подаются на все лето. Традиционно это жаркая пора. Июнь, июль, август. И заявления идут. Май пока сейчас судить очень сложно, потому что май традиционно малосвадебный месяц. В Больших Бортниках загорелись сразу два хранилища с сеном. Спасатели уверяют, по сложности этого сгорания даст фору многим. В местном кооперативе подсчитывают убытки. Мария Бересневич передает с места ЧП. Сообщение о пожаре в Больших Бортниках поступило спасателям среди ночи. Стихия бушевала на полях СПК «Гигант». Огонь беспощадно уничтожил 100 тонн сена и 800 квадратов навеса. Склады вспыхнули, как спички. От хозпостройки остался лишь металлокаркас. Опоры и основание крыши кругом – пепел и дым. Справиться с тлеющим сеном не так-то просто. Сквозь дым можно заметить, как здесь еще работают спасатели. На ликвидацию бойцов МЧС ушел час. А вот, чтобы разобрать тлеющие теки, понадобилось полдня. Трудились 28 человек и 10 боевых расчетов из Бобруйска и Кировска. Спасти два хранилища с кормом не удалось. К моменту приезда первых подразделений они уже вовсю полыхали. Сотрудники МЧС предотвратили пепелище на третьем складе. Для ликвидации полной данного загорания необходимо ворошить тюки сеном, для чего и привлекалась специальная техника «Амкадор», которая растягивала горящие тюки. И уже затем проливка производилась каждого отдельно участка горящего сена. Местный житель Владимир Самчик признается – спохватился лишь в полшестого утра. Когда из собственного окна увидел горящее поле, сразу не поверил. Кругом стояла дымка и слышался хруст. Я смотрю, дым идет такой, серый. Ветер был красный, ну сюда, на улицу. Я смотрю, я сначала не понял, потом вышел на улицу, смотрю, это самое горит. Наверное, кто-то подпалил. В причинах и следствиях разбираются правоохранители. Местные отметили – хранилище не охраняется, пробраться мог кто угодно. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Андрей Богдан, Бобруйск-360. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы, есть эксклюзивные кадры. Корреспонденты Бобруйск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Процедуры по лицензии, черные перевозчики и цены в УЗДе. В Беларуси заморозили рост стоимости услуг образования транспорта и связи. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. В Беларуси заморозили цены на услуги образования транспорта и связи. По словам министра антимонопольного регулирования и торговли, мера сдержит рост инфляции. Мораторий продлится как минимум до июля. В середине лета госслужащие вернутся к этому вопросу. Эстетическая хирургия, физиотерапия, косметология и лечебный массаж. Правительство утвердило процедуры, которые могут проводить лишь компании с медицинской лицензией. В списке 79 наименований. Консультанты Минздрава готовы разъяснить бизнесменам тонкости документа. Нормы заработают через три месяца. С начала пандемии транспортная инспекция зафиксировала 370 нарушений. Транспортные перевозчики останавливаются в неположенных местах, следуют по запрещенным маршрутам, а во время стоянки уходят гулять. Напомню, для профилактики коронавирусной инфекции водители грузовиков должны ехать по кратчайшему пути и покидать Беларусь в течение суток. Кроме того, дальнобойщики обязаны иметь при себе средства защиты. Белорусские ученые разработали лекарства от рассеянного склероза. Препарат уже продают в аптеках. На финишной прямой средства против опухолей. Субстанции планируют выпускать в научно-практическом центре «Химфарбсинтез». Доза готового раствора будет стоить очень дорого, отметила директор Института биоорганической химии. Новинкой сперва обеспечат потребителей страны, затем начнут поставки на экспорт. Минобразование рекомендует школам провести консультации по ЦТ. Педагоги встретятся с 11-ти классниками с 15 по 23 июня. Дополнительные занятия помогут аппетриентам лучше подготовиться и показать высокие результаты. Напомню, даты тестов перенесли. Испытание по белорусскому языку пройдет 25 июня. С новосельем до конца года на проспекте строителей возведут 5 многоэтажек. Седьмой микрорайон растет на глазах, заверяют местные. За 10 лет сдали больше 20 домов. У Луковой горы живет около 30 тысяч человек. В этом году мы уже ввели в январе месяц один объект. Трехподъездный жилой дом ГП-26А. В мае месяц вводим эксплуатацию ГП-26Б. Двухподъездный дом, 56 квартир. 7 ноября здесь откроют детский сад. Двухэтажный корпус вместит 240 мальчиков и девочек. Галерея соединит бассейн с основным зданием. По периметру установят беседки, качели, горки и песочницы. Пока же строители поднимают стены первого этажа от Сокольной уже готов. На площадке работают 80 человек по 12 часов в сутки. Садов здесь практически нет в этом районе. Я знаю, что у многих мам моих знакомых тоже трудности строить ребенка в детский сад именно в нашем районе. Поэтому, конечно, садик здесь нужен. Я, например, многодетная семья. У меня маленький. В этот садик я тоже записалась на очередь. Ждем. Надеемся, что скоро будет. Генплан также предусматривает большую и современную школу. Социально важным объектом займутся в ближайшее время, отметили в горосполкоме. Семерка – самый молодой и быстро растущий район Бобруйска. В парке семейных деревьев продолжают высаживать новые растения. У торгового центра строят спортивный комплекс. Идет строительство физкультурно-здоровительного центра, в который будут включены также многофункциональные залы по игре, волейбол, футбол, гимнастический зал, бассейн и теннисные корты. Лето в спять. Утро в Бобруйске выдалось облачным. Столбики термометра зафиксировались у отметки 10 градусов. Днем потеплело до 18. Вечером небо разверзлось. Хлынул дождь. На долго ли тренд уточнила Кристина Арианц? В страну пришло тепло, которого так долго ждали. Это благоприятно отразилось на развитии сельхозкультур. На юге страны поля, наконец, заколосились. В Гомельской области зацвела рожь. Если верить синоптикам, то скоро все станет на круги своя. Но все же обещают дождь и ветер. Ходить под билбордами все еще опасно. В Южной Флориде, которую неделю льют дожди, непогода может перерасти в тропический штурм. Уже сейчас в нескольких округах штата произошли наводнения. Затоплены многие улицы. Ветер сносит с ног. По России им пронеслась буря. Сразу в нескольких регионах порывистый ветер валил деревья и рекламные щиты. Опрокидывал остановки, срывал крыши с домов. Жертвами стихии в Екатеринбурге стали три человека. Без света остались около 100 тысяч жителей. На одной из городских строек рухнули подъемные краны. На завтра метеорологи снова объявили оранжевый уровень опасности. Всему вины дожди с грозами и порывистый ветер. Во вторник в Бобруйске будет переменная облачность. Ночью столбик термометра будет держаться у отметки 10-12 тепла. Днем воздух прогреется до 18 градусов. Кристина Рианц, Максим Виллионко, Бобруйск, 360. И к теме недвижимости в столице активно развивается жилой комплекс «Минск-Мир». С дома Ницца в нем уже стартовали продажи квартир. Начал строиться новый квартал. Он будет называться «Средиземноморский». Место для комфортной жизни и успешной работы – все это «Минск-Мир». А каким будет дом и почему в нем выгодно покупать квартиры – и именно сейчас в репортаже. Дом Ницца – это уровень и стиль фешенебельного французского курорта. С этого дома начинается новый уже десятый квартал комплекса «Минск-Мир». Он будет называться «Средиземноморским». Он особенно подходит для семей с детьми. Внутри «Средиземноморского» детский сад с бассейном на 230 мест, рядом школы. Трехкомнатную квартиру планируем. Ницца – дом. Чего он классный? Центр. Инфраструктура, школы, сады в будущем, да? У нас двое деток. И Екатерина, и Александр вместе работают на тракторном заводе. Трешку берут в рассрочку от застройщика. Цена приемлемая. Меньше переплаты. Просто если ты берешь кредит, у тебя получается есть немножко времени больше на погашение. И ты переплачиваешь от стоимости суммы квартиры. 25 этажей. Он самый высокий в квартале. От 28 до 75 квадратных метров площади квартир. Высокие потолки. А на верхних этажах трехметровые. Фасад почти сплошная стеклянная стена. Остекленная лоджия из-за небьющегося стекла. Фишка дома – из дизайнерского лобби наверх будет вести панорамный лифт. Из него можно будет рассмотреть весь комплекс, в том числе Международный финансовый центр. Его строительство идет полным ходом. И новый городской парк, и торгово-развлекательный центр, крупнейший в стране. В комплексе «Минск.Мир» премиальная инфраструктура. Две станции метро, широкие улицы и проспекты, сеть велодорожек. В каждом квартале школа или детский сад. Медучреждения и торговые центры. Именно это называют городом в городе. Детские игровые и спортивные площадки. Зоны спокойного отдыха. Дизайнерское озеленение. Автомобилей во дворах не будет. По периметру квартала более полутысячи машиномест. Рядом уже работает паркинг на более чем 800. Жить здесь комфортно. И еще раз повторимся. Доступно каждой семье со стабильным доходом. Стратегическая цель нашей компании, чтобы каждая белорусская семья могла приобрести свою квартиру. Именно поэтому в строительство мы вкладываем значительные средства. Только в этом году в комплекс «Минск.Мир» будет инвестировано более 100 миллионов евро. Благодаря таким вложениям дома строятся быстро, а покупатели рассчитываются за практически построенное жилье. Стоит поторопиться сделать выбор. В доме Ницца очень выгодная стоимость квадратного метра от 2,5 тысяч рублей. Также мы предлагаем отличный партнерский кредит от Беларусьбанка. В первый год процентная ставка составит менее 4%. Минимальный первый взнос для кредита всего 10%. Предложение уникально. Многие банки приостановили кредитование жилищного строительства. При покупке онлайн через сайт застройщика экономия 4 тысячи рублей. «Минск.Мир» принципиально новый и инновационный для столицы район. А клиент-ориентированный подход застройщика, разработавшего множество способов сделать покупку здесь квартиры удобной, доступной, уникальная возможность оценить все преимущества комплекса «Минск.Мир» в самом ближайшем будущем. Дома сдаются, люди заселяются. Дом Ницца сдадут уже в ноябре. Среди новоселов можете быть и вы. Это все из событий к этой минуте. Следите за нами в интернете, в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok